Бонжур! Любители радиотехники и ее аналогов, и также разные электроники. Сегодня, возможно, у кого-то осуществится мечта, где вы сможете взять под свое управление различные дроны. С помощью модов для армы 3 вы сможете попробовать что-то новое для себя. Дроны? Ты упоролся? Дроны и так уже в игре существуют. И они и так летают и управляются отлично. А я вам отвечу, что с помощью этих модов вы сможете поджать задницы врагам, как это делает ВСУ, сбрасывая гранаты на оккупантов и в люки их бронетехники. Это будет обзор модов, которые позволят открыть новые возможности в использовании этих замечательных птичек. Я буду рассказывать о каждом отдельно, поэтому запасайтесь багетами и грануями. Если что, это лягушка во Франции. И первым модом на сегодня это будет мод под названием Switchblade Loatering Munition. Aerovirement Switchblade это миниатюрный боеприпас, разработанный компанией Aerovirement и используемый несколькими подразделениями вооруженных сил Соединенных Штатов, Британской Армии и Сил Обороны Украины. Достаточно мал, чтобы поместиться в рюкзак. Switchblade запускается из трубы, летит к целевой зоне и врезается в цель, детонируя свою взрывную боеголовку. Switchblade способен автоматически распознать цели и поражать их, а также позволяет использовать ручное прицеливание или полное ручное управление дроном. Этот мод добавляют в армии Switchblade 300 и Switchblade 600. Для фракции Blufor и Redfor. Switchblade 300. Switchblade 300 разработан как беспилотный летающий аппарат с боеприпасами. Он достаточно мал и легок, чтобы его можно переносить одним бойцом. Его можно контролировать на расстоянии до 10 километров. Выносливость 10 минут. Может использоваться для разведки или для основного назначения, как дрон-охотник-убийца. Switchblade использует световую камеру и GPS-локатор для идентификации, отслеживания и поражения целей, а также возможность ручного таргетинга и контроля. Его боеголовка имеет заряд разрывного вещества, эквивалентный 40-мм гранате, для уничтожения легкобронированной техники и личного состава. Если ситуация приведет к отмене удара, оператор может отключить Switchblade и повторно нацелить его. Switchblade 300 можно настроить на детонацию при ударе или в режиме воздушного взрыва в 10 или 27 метрах от цели. Это можно сделать с помощью действия меню прокрутки во время управления Switchblade 300 или через терминал БПЛА. Switchblade 600. Большой боеприпас Switchblade 600 весит 23 килограмма и переносной. Он рассчитан на полет на 40 километров за 20 минут. Несет боевую часть ПТРК на базе ПТРК Javelin, предназначенную для нейтрализации бронетехники. Управление. Для управления вам понадобится установить турель, которая так и называется, как сам дрон, и все. Установили и взяли пульт управления для каждой страны свой, и выстрелили, и направили его на цель. Для этого вам нужно сесть на место стрелка и выстрелить, и через меню управления навести на цель. Возможно вручную, а возможно автоматически. Зафиксировать английский Т. А кому интересно о дронах и управлении в армии, есть видео для вас на канале. А вообще подведем итоги. Это очень имбалансный мод в игре. Ты этому дрону сделать ничего не можешь, а он тебя убивает. Хотя и в жизни, как показывают кадры, в оккупанту тоже ничего не получается. Разве что молиться и искать более мягкую землю. Модификация получилась замечательной. Хотя пример детализации мода и анимации желать быть лучше. Понравились дроны? Так ставьте лайки и пишите темы на обзоры. Или моды. Au revoir. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok